Добрый день, меня зовут Юлия Иванова, я детский писатель и сейчас прочитаю вам сказку приглашения на завтрак. Однажды к курице Глафире пришло письмо. В курятнике поднялся страшный переполох, ведь никто из его обитателей никогда не получал писем. В конверте оказалось приглашение на завтрак, но от кого? От лисы! Вот что было написано в приглашении. Дорогая Глафира, прошу пожаловать ко мне на завтрак сегодня утром. С уважением, лисах! Курицы закудахтали, захлопали крыльями, зашумели. Неслыханная наглость и возмутительная хитрость. Это просто невероятно! А скромная Глафира, пока все ахали и охали, приготовила узелок в дорогу, положила туда печенье в чаю. Потом собрала вокруг себя цыплят и ласково сказала им, детки, пока меня нет, ведите себя хорошо. Слушайтесь тетю Пеструшку, а я скоро вернусь. Хорошо, мама, ответили цыплята. Они у Глафира были очень послушные. Курица неспеша двинулась к выходу и уже на пороге обернулась. Ну, я пошла, а вы присмотрите за детками, пока меня нет. Курятнике наступила тишина, а потом все разом заговорили. Ты куда, глупая? С ума сошла? Лиса же тебя на завтрак и съест. Глафира переступила с ноги на ногу и сказала еще тише. Нехорошо отказываться от приглашения, да и опаздывать неприлично. Пойду я. Как ты можешь к ней идти, Глафирушка? Неужели тебе не страшно? Лиса ведь хитрая. Пропадешь, не загрожь. Не пропаду, сестрица, не волнуйтесь. Не навсегда же я ухожу, а только на завтрак, сказала Глафира. Все будет хорошо. И она отправилась к лисе. Одна, далеко в лес. И совсем не боялась. Забеспокоилась только тогда, когда поняла, что точно не знает, куда идти. Остановилась, задумалась. Тут как раз на тропинку выскочил заяц. Уши прижаты, по сторонам посматривают, явно боится кого-то. Курица к нему. Доброе утро, зайчик. Не подскажешь ли, как мне лису отыскать? Заяц от страха даже подскочил. Ой, курочка, ну и напугала ты меня. Зачем тебе лиса? Смотри, как бы она тебя первая не нашла. Вмиг слопает, только перышки останутся. Мне нужно знать, где она живет. Я к ней на завтрак иду. Простодушно объяснила Глафира. Зайчик сначала удивился, а потом повалился на спину и давай хохотать. Вот как его курица насмешила. Ну, лиса и выдумщица. Теперь ей даже на охоту ходить не надо. Курицы сами к ней в логово идут. Глафира терпеливо посмотрела на него и спросила. Так ты знаешь дорогу или нет? Да знать-то я знаю, но ходить не советую, ответил заяц. Курица лисе не подружка. Пригласила она меня, объяснила Глафира. А я опаздываю, покажи, куда идти. Заяц со вздохом показал лапкой направление и удивленно покачал головой. А Глафира между тем шла и шла мимо земляничной поляны, по москву через ручей. Дошла до развилки, а дальше-то куда? Дальше, наверное, направо или налево. Бормотала она, пытаясь понять, куда идти. А гляделась, увидела на сосне дятла. Тук-тук-тук стучит клювом по стволу. Вокруг ничего не замечает. Уважаемый дятел, крикнула Глафира. Можно вас отвлечь на минутку? Что случилось? Дятел слетел вниз и удивленно посмотрел на курицу. Заблудилась в лесу? Показать дорогу, капушки? Нет-нет, совсем наоборот, возразила Глафира. Не знаете ли вы, как пройти к лисе? Как пройти, знаю. Только впервые такое вижу, чтобы курица к лисе шла. В том-то и дело, что я никогда у нее в гостях не была. И дорогу не знаю, а опаздывать нехорошо. Дятел про себя решил, что курица безнадежно глупа. И не стал с ней спорить. Объяснил кратко, куда дальше идти. И пробормотал на прощание. Лисий завтрак с доставкой на дом. Но Глафира поблагодарил Дятла и пошла вперед, куда он показал. Шла-шла, вышла на полянку и опять остановилась. Где-то совсем близко лиса живет. Только хорошо уж очень укрылась. Не зная, где искать, никогда ее логово не найдешь. Что ты здесь ищешь, курочка? Пропищал из травы полевой мышонок. Опасное тут место. Лисий нора недалеко. Иди домой. А я как раз лисию нору-то ищу, обрадовалась Глафира. Покажи-ка мне, где она? Ну что ты, курочка, уходи скорее. Весь лиса тебя съест. Испугался мышонок. Да не бойся, не съест. Мы с ней будем завтракать вместе. Мышонок от удивления попятился, чуть на хвост себе не наступил. Ну и чудеса. Вообще-то я думал, что лиса гостей не любит. Дом свой обустраивает, утепляет, а в гости никого никогда не зовет. Меня вот пригласила. Да только я не могу нору найти, пожаловалась Глафира. Так и быть решился мышонок. Я покажу тебе, куда идти. И мышонок провел Глафиру к лисионарии. Вход был так хорошо укрыт от лишних взглядов, что можно было мимо несколько раз пройти и ничего не заметить. Спасибо тебе, сказала курица. А ты уж будь осторожна, ответил мышонок. И юркнул в траву, будто и не было ему здесь. Глафира постояла на пороге, прислушалась. Из норы доносились какие-то странные звуки. Приглушенный грохот, чей-то виск, писк, шумная возня. Неужели лиса пригласила на завтрак кого-то еще? Глафира немножко заволновалась, пригладила перья и постучала. Тук-тук-тук. Внутри на мгновение все стихло, потом раздался какой-то непонятный шум, и дверь отворилась. Наружу выглянула лиса и, торопливо, немножко смущаясь, сказала, «Здравствуйте, здравствуйте, заходите, пожалуйста». Глафира шагнула внутрь, и дверь за ней закрылась. В норе царил жуткий беспорядок, но курица из вежливости притворилась, будто ничего не заметила. «Доброе утро», — поздоровалась она, и добавила, «Очень уютный у вас дом». «Прошу к столу, спасибо, что пришли», — пригласила лиса. Она ужасно нервничала. Шерсть ее, обычно гладкая, пушистая, сегодня топорщилась в разные стороны. Вид у нее был усталый, будто она несколько дней не ела или страдала от бессонницы. Одним словом, на лису было жалко смотреть. «Вот печенье к чаю и ватрушке», — сказала Глафира. «Ну что вы, не стоило так утруждаться», — сказала ей лиса, принимая угощение. Стол был накрыт на двоих, и Глафира, немножко робея, присела на краешек стула. Она заметила в углу еще одну дверь, ведущую куда-то вглубь норы. И вот из-за этой двери доносились непонятные шорохи и подозрительная возня. А лиса рассеянно наливала чай и тоже прислушалась к тому, что происходит за запертой дверью. «Вы, наверное, были удивлены, получив мое приглашение», — сказала она, присаживаясь напротив. «Да, конечно, была удивлена», — призналась Глафира. «Но все же вы не побоялись прийти». «Невежливо отказываться от такого любезного приглашения», — скромно ответила курица. «Я глубоко признательно вам за смелость», — вдохнула лиса. «Дело в том, что мне очень нужно с вами кое-что обсудить». Глафира очень внимательно посмотрела на лису доверчивыми глазами. Она ведь ни минуты не сомневалась в том, что у лисы действительно была причина пригласить ее на завтрак. И причина-то, скорее всего, важная. А лиса тем временем говорила, «Так получилось, что мне уже несколько раз приходилось видеть вас на птичьем дворе. Знаю, что мое присутствие там нежелательно, поэтому я наблюдала за вами незаметно, за вами и за вашими детьми». Лиса вздрогнула, потому что в этот момент за дверью что-то обрушилось и раздались звуки борьбы. «У вас очень послушные цыплята», — сказала она, то ли с завистью, то ли с восхищением. «Да, они замечательные детки, я их очень люблю», — подтвердила Глафира. «Но как же это у вас получилось? Научите меня!» «Я не совсем поняла», — растерялась Глафира. И в этот момент дверь, за которой слышалась возня, с грохотом распахнулась. Оттуда выпал клубок рыжих встрепанных лисят, которые вопили и вещали один громче другого. «Ох, вы опять!» — проворчала лиса и нахмурилась. «Ну, ни минутки нельзя спокойно посидеть». Лисята продолжали пищать, хихикать, толкаться. Пытались подняться с пола и мешали друг другу. «Ну вот, знакомьтесь, это мои дети», — представила лиса свой вывод о Глафире. Кажется, она при этом немножко смутилась и сердито посмотрела на лися. «Я же вам сказала поиграть в детской». «Не хотим мы сидеть в детской, хотим смотреть на тетю курицу!» — закричали в ответ лисята и обступили стол. Они рассматривали Глафиру с таким любопытством, что та почувствовала себя не в своей тарелке. Лисята потрогали ее перья, заглянули в узелок, съели печенье, которое она принесла и, наконец, решили, что курица не такая уж интересная. «Мама, поиграй с нами!» — попросил самый маленький лисенок, обхватив лису за хвост. «Ну, пожалуйста!» — это весело подхватили остальные. «Ах, дети, я сейчас занята!» — рассеянно отмахнулась лиса. «Вы же видите, у нас гости!» «Эх, мама всегда занята!» — сказал кто-то из лисят. А в следующий миг раздался громкий попль. «Ай, да, играет в царя норы!» И вот уже вся орава умчалась по коридору в детскую, откуда сразу же донеслись жуткие вопли. Эта игра началась. «Какие симпатичные у вас дети!» — сказала Глафира после короткой паузы. «И совершенно невоспитанные!» — со вздохом ответила лиса. «Они не слушаются, дерутся, ссорятся целыми днями. Я даже не могу с ними никуда пойти. Они совершенно неуправляемые. Я так устала, что засыпаю на ходу и ничего не успеваю. Что мне делать? Ума не приложу. Пожалуйста, помогите!» «Кто? Я?» — удивилась Глафира. «Ну, конечно! Ведь у вас тоже много детей, но они совершенно другие. Научите, как вы с ними справляетесь!» Должна сказать, что лисята и цыплята — это в какой-то мере... Ну, они не могут вести себя одинаково. Это же совершенно разные дети. «Но ведь они только дети!» «А мы, матери, должны помогать друг другу!» — сказала лиса с мольбой в глазах. «Ну, пожалуйста! Ведь у вас есть какой-то секрет воспитания!» Глафира растерянно моргнула. «Никакого особенного секрета нет! Мы просто хорошо понимаем друг друга!» Лиса расстроилась. «Нет секрета! А я так надеялась на чудо!» Глафира немножко помолчала, глядя на расстроенную, невыспавшуюся, растрепанную лису. Из детской доносился жуткий шум. Игра была в полном разгаре. Давать советы уставшей лисе — не самое благодарное занятие для курицы. Но Глафира все же сказала. «Нет никакого секрета! Но я, кажется, знаю, что вы можете сделать, чтобы лучше понять собственных детей!» «И что же встрепенулась лиса?» «Поиграйте с ними в царя норы!» Я испугалась лиса. «Да, и прямо сейчас!» уверенно повторила курица. «Причем играть надо так, как вы играли в детстве, будто вы снова превратились в лисенка. Смеетесь, толкаетесь, кувыркаетесь, забудьте на время о делах, станьте одной из них!» «Ну, у меня столько дел!» растерялась лиса, посмотрев по сторонам. «И обед не готов, и уборка не сделана!» «Поверьте мне, царь норы иногда важнее, чем уборка!» заверила ее Глафира. «А когда все устанут, сядьте на пол, расскажите им сказку!» «Вы знаете какую-нибудь сказку?» «Знаю!» кивнула лиса. «Мне мама в детстве рассказывала!» «Ну вот и отлично! Расскажите им сказку!» Лиса неуверенно посмотрела в сторону детской. «Думаете, это поможет?» «Ну, не попробуешь, не узнаешь!» спокойно сказала Глафира, склонив голову на бок. «Ну тогда пойду и попробую прямо сейчас!» сказала лиса и добавила. «Спасибо!» «Все будет хорошо!» подбодрила ее Глафира. Лиса неуверенно прошла по коридору в детскую. Но какое-то время наступила тишина. Потом раздались радостные возгласы, среди которых Глафира различила крики. «Ура!» «Мама будет играть с нами!» А потом шум и возня продолжились с новой силой. Глафира покачала головой, сработает ее метод или нет, пока неизвестно. Но лисе точно не помешает немножко забыть о делах и просто побыть с детьми. Мыть хорошей мамой очень сложно. И тут не имеет значения курица ты, лисица или медведица. «Кстати, о делах!» Пробормотала курица и посмотрела, с чего бы начать. Она увидела на крючке не очень чистый фартук и повязала его. Лисе фартук оказался длинноват для Глафиры, но она ловко подвернула его и приступила к уборке. Навела порядок, аккуратно сложила разбросанные вещи, вымела мусор, убрала со стола. Посмотрела, что есть у лисы из продуктов и решила испечь блинчики. Глафира была настоящей мастерицей по приготовлению блинчиков, поэтому работа у нее спорилась. И с детской тем временем перестали доноситься виск и крики, и курица поняла, что настало время для сказки. Один за другим готовые блинчики укладывались на блюда, и горка уже выросла настолько, что начала покачиваться. Наконец Глафира решила, что пора возвращаться домой. Она сняла фартук и прислушалась. Теперь с детской не доносилось ни звука. Глафира тихонько прошла по коридору и заглянула в комнатку. На полу, свернувшись калачиком вокруг лисы, в разных позах спали лисята. И лиса тоже спала, обнимая пушистыми лапами всех, до кого могла дотянуться. Спала и улыбалась во сне. И выглядела при этом гораздо лучше, чем некоторое время назад, когда хмурилась и сердилась. Глафира тихо-тихо вышла из норы, закрыла за собой дверь и отправилась к дому. На встречу ей выскочил мышонок и радостно пропищал. «Лиса тебя не съела! Как здорово!» «Я тоже так думаю», улыбнулась Глафира. «Спасибо тебе за помощь. Теперь мне пора домой. Хочешь, пойдем со мной? Угощу тебя ватрушкой». «С удовольствием!» И они пошли через лес, через речку, мимо дятла, который от удивления перестал долбить дерево, мимо зайчика, который протер лапками глаза, чтобы убедиться, что действительно видит ту самую курицу. Наконец они пришли на птичий двор. Навстречу Глафире выбежали цыплята. «Наша мама пришла! Ура! Ура!» «Я вас очень люблю», сказала Глафира, обнимая их всех. «И мы тебя любим! И мы!» Обитатели курятника обступили героиню дня и наперебой стали ее расспрашивать. Но Глафира сказала только, что завтрак у лисы был очень вкусным и что она хорошо провела время. Правда добавила, что без особого приглашения лучше никому туда не ходить, на всякий случай. И мышонок это подтвердил. А на следующий день Глафира снова получила письмо, но на этот раз не от лисы, от лисят. Буквы были неровные, некоторые из них наклонялись и путались, но прочитать письмо она все-таки смогла. И вот что там было написано. «Дорогая тетя Курица, спасибо за блинчики! Мама выиграла у нас в царя норы и сказала, что если мы будем себя лучше вести, то она будет играть с нами каждый день. Теперь мы очень стараемся. У вас очень красивые перья, приходите к нам еще!» Глафира очень обрадовалась этому письму. Оказывается, подумала она, не так уж сильно отличаются друг от друга цыплята и лисята. Да и все другие дети тоже. Больше всего на свете им нужна любящая мама. Все остальное, по сравнению с этим, не имеет значения. Конец.